Некоторые очертания будущих объектов можно понять, только включив фантазию. Например, вот это – комплекс, где разместятся кафе, прокат спортивного инвентаря, комната матери и ребенка и другие важные помещения. Участок Видновского лесопарка в районе улиц Заводской, Ольховой и Белокаменного шоссе давно требовал благоустройства. И оно, по сути, часть исторического процесса, который запустили более 70 лет назад первые работники коксогазового завода. На энтузиазме тех лет после войны заводчане высадили 200 тысяч деревьев, 200 тысяч за несколько лет. Это лес достаточно искусственный, да. С годами он, конечно, и зарос, и валежник, и все, что хочешь, там есть. И, конечно, мы понимаем, что вот это все, это хозяйство беспокойное, надо теперь содержать. Финансирование проекта ведется по региональной программе «Парки в лесу» за счет бюджетов Московской области и Ленинского городского округа. Сейчас работа кипит во всех уголках. Предусмотренные проектом подрядной организации необходимо возвести до наступления сезона дождей. Ежедневно у нас на площадке находится минимум 80-90 человек, и у нас работает в ежедневном где-то 20 единиц техники. Работы у нас начались такие по полномасштабные, это в апреле месяце, да, что закончим и планируем в конце октября. Я думаю, что у нас есть небольшие сдвиги по графике, по демонтажным работам, но на общий срок это, в принципе, никак не влияет. В парке будет сделано все, чтобы каждый нашел себе занятие по душе. Подумали авторы проекта о том, чтобы и дети, и взрослые были защищены от противоправных действий. Территория парка будет подключена к системе «Безопасный регион». Здесь установят 25 камер видеонаблюдения. В глубине леса строители возводят, как они сами называют, тихую зону. Правда, сейчас здесь довольно шумно. Железные конструкции застелят деревом, установят лавочки и урны. И, как мы видим, живые деревья здесь являются частью архитектуры. Действительно, главная цель для тех, кто курирует благоустройство со стороны администрации округа, сделать все возможное, чтобы природе был нанесен как можно меньше урон, хотя это и стоит немалых усилий. Очень много деревьев сохранили. Там, где была предусмотрена вырубка, посмотрели, что можно обойти, пошли дальше. Авторам это не очень нравится, проекты, потому что им постоянно надо менять что-то, пересогласовывать, переутверждать. Это же все очень тяжело. Нелегко приходится и строителям. Сразу несколько служб, в том числе и природоохранных, ежедневно контролируют работу на площадке. Малейшее нарушение карается по всей строгости закона. Главная сложность – это не повредить те деревья, которые у нас не идут под вырубку. Потому что, если строитель затрагивает это дерево, либо он его царапает, либо еще, это сразу же штрафы, это определенные административные нарушения. У нас уже были такие два случая. Два административных штрафа было наложено подрядчикам, прошли суды. Общий штраф составил где-то около 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что перед строительством проект выставлялся на публичное обсуждение, найти компромисс было нелегко. Впрочем, поправки в соответствии с пожеланиями граждан вносятся даже сейчас. Первоначально многие хотели здесь немножко спортивного уклона, чтобы не ходить к стадиону. И на лыжах покататься это. Другая часть жителей сказала, вот хотите кататься, идите на стадион, а мы хотим здесь просто гулять. И вот этот конфликт интересов, он до сих пор продолжается. Так как этот участок Видновского лесопарка исторически носил название Дыдылатинский лес, его и планируют оставить для нового объекта. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.